Две спортивные площадки, общественное пространство и детская игровая территория. Эти проекты были реализованы в селе Зудилово лишь за прошлый год. Ранее здесь был построен детский сад и установлено уличное освещение. Сейчас идет ремонт школы, меняют окна и кровлю. В ближайших планах обновить дорогу близ учебного заведения, по которой ходит рейсовый автобус. Длина участка более километра. Старт работе над селом дала инициативная группа, которая поставила перед собой четкую и важную цель – побеждать во всех возможных тендерах. В 2019 году Российский союз сельской молодежи проводили конкурс и заявилось много команд по России. И наша команда, она практически в десятку лидеров попала в Российской Федерации. Мы трижды ездили в Москву, то есть Российский союз сельской молодежи проводили обучение. В ходе обучения инициаторы перемен перенимали опыт специалистов и коллег из других регионов. Эти знания стали ключевыми при работе над многими проектами. Но сейчас перед командой развития стоит новая задача – селу необходим капитальный ремонт Дома культуры. Здание было построено почти 60 лет назад, но так и не дождалось полноценного обновления. Здесь до сих пор старые деревянные окна, не утеплен чердак, есть проблемы с фундаментом. В совокупности это приводит к тому, что зимой температура внутри помещения не превышает 10 градусов. Очень много родителей звонят в Дом культуры, спрашивают, какие у нас есть кружки, секции. Но у нас еще дополнительная проблема существует, что не только родители не ведут детей в холодное помещение, но также и специалисты к нам не едут, потому что очень трудно молодого специалиста заманить в это здание. Поэтому мы работаем на энтузиазме, можно сказать. Но одного энтузиазма, говорит девушка, уже недостаточно. Поэтому было принято решение о реконструкции. На создание проектно-сметной документации необходимо 3 миллиона рублей. Таких денег в селе нет. Еще одна проблема – сельский, а не районный статус Дома культуры, что ограничивает участие в федеральных и краевых программах. Такие нюансы мешают развитию не только Зудилова, но и тысячам других сел. Это стало причиной обращения местных жителей к представителям власти. Здесь важно обратить внимание, что и жители, и глава Зудилова просят не только за свой Дом культуры, а еще и просят изменить условия участия в программах развития для всех сел. Это очень важно, потому что это поиск, по сути, системного решения. Обязательно будем помогать, и обязательно буду обсуждать эту тему с губернатором. Для реализации инициативы необходимо направить ее сначала в Совет Федерации, а уже потом – в правительство страны. Только так можно изменить ситуацию в масштабе регионов. Сейчас же программа «Комплексное развитие сельских территорий» требует от местного бюджета не менее 30% собственных средств. 30% софинансирования сельские советы просто не могут потянуть. Ну и многие районные бюджеты, потому что, к сожалению, ситуация на сегодняшний день такова, что бюджеты районов зачастую не сбалансированы. Для масштабных изменений необходима полная переработка программы, дополнительные расчеты и пересмотр бюджета. Это сложная совместная работа для всех ветвей уровней власти. Системные проблемы требуют системного решения. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком.